Аллилуйя, давайте Богу преподнесем наше аплодисменте. Давайте поприветствуем, прибудьте в мире. Вы миссионер, который спасет весь мир. Давайте будем наслаждаться областью первенца, десяти тысяч верующих в эту эпоху. Вот кое-кто мне сегодня прислал сообщение. Вот почему там одно и то же прославление поете. И кто-то говорит, можете поменять прославление. И вот если поменяете, тогда богослужане будут чуть-чуть оживиться по-другому. Значит, хоть мы сейчас с вами и не можем собираться вместе, но все равно каждый на своем месте в разных отделах. Я желаю, чтобы вы могли наслаждаться областью и богослужане. Потому что есть сила Божья, которая превосходит пространство и время. И неважно, на каком месте мы находимся, на том месте, если мы сосредоточимся на Христе и будем на Него смотреть, тогда мы не только на то место, а на всех моих местах действия. Бог начнет действовать силой ответа. И может быть сейчас у нас короткое время богослужения, но желаю, чтобы вы могли сосредоточиться на Божьем Слове. И как мы сегодня прославляли, найти меня, которого создал Бог, и благословлялась мне Господа, чтобы у вас было такое богослужение. И сейчас мы с вами постоянно смотрим книгу Второзакония. Значит, книга Второзакония — это книга, которая завершает завоевание израильского народа Хананом. То есть, что Бог говорил перед завоеванием Ханана, всё описано в книге Второзакония. И когда вы войдёте в Ханан, как вести жизнь веры? А также, когда вы войдёте в Ханан, как надо преподносить богослужение? Как вести жизнь веры в Церкви? Все вот эти вещи, то есть, Бог заранее постоянно повторяет в книге Второзакония. Поэтому, если просто так вот посмотреть внимательно, то пустыня — это было место подготовки для входа в Ханан. То есть, где происходила вся подготовка? В пустыне происходила. И вот были вещи, которые нельзя было упустить в пустыне, которые Бог говорил Израилю. И Бог, Он сосредоточенно передавал Слово Израилю, народу Божьему, которого Он избрал, для того, чтобы они могли войти в Ханан. И вот об этом всём говорит Второзаконие. И что необходимо было подготовить в пустыне? Вот если, ну, как бы, Слово посмотреть, тогда мы можем увидеть такую, как бы, общую красную линию такую. Это благословение Престола надо было подготовить. Да, конечно же, говорится там о Евангелии, но вот если, как бы, такое общее послание в пустыне, это было всё связано с благословением Престола. Найдите благословение Престола Божьего. Найдя благословение Престола, тогда только такие люди могут войти в Ханан. И, войдя в Ханан, могут получить ответ. То есть, найдя благословение Престола, можно было насаждаться благословением Божьим и войти в Ханан. То есть, Бог, Он в течение 40 лет, Он вёл израильский народ по пустыне, и первое поколение практически всё умерло. Но Иисус Навин и Халиф, вот двое людей, они вошли в Ханан, потому что они насаждались благословением Престола Божьего. Вот послушайте, в нашей с вами жизнь веры, самое основное в нашей жизни веры, необходимо, чтобы сошло благословение Престола Божьего. Но тогда как можно было в пустыне найти благословение Престола Божьего? Значит, по пустыне идти просто было очень тяжело. Но Бог говорит им, построите мне скини. Почему скини? Потому что скини было место, куда... Я прошу прощения, шатёр. Шатёр — это было место, куда сходило благословение Престола. То есть, в шатре там происходились разные вещи, то есть, были всякие там атрибуты, но всё, все вот эти вот атрибуты, всё это связано было со Христом. То есть, в шатре любой, кто входил, вот в эту, как бы, шатёр, скини, все они получали благословение Престола Божьего. И вот мы видим, что во время пустыни Бог, Он повелевает им соблюдать три праздника, чтобы для того, чтобы... И вот Он повелевает Бог, чтобы три раза в году обязательно все соблюдали вот эти три праздника. Для чего это всё было сделано? Для того, чтобы израильский народ мог наслаждаться благословениями Престола Божьего. И вот мы знаем, что следуя за заветом, израильский народ, он сделал, ну, как бы, он испытал то, что разошёлся Иорданская, затем, и вот Иорданская река, Иордан, затем разрушился Иерихон. И когда израильскому народу было больше всего тяжелее, тогда Бог, Он давал Слово, благодаря которому сходило царство, благословение царства Божьего. Вот это благословение нам необходимо сами восстановить. Вот, особенно многие люди, они говорят, вот в жизни веры, что вот наша жизнь вера, это как пустыня. То есть, мы как бы идём в Царство Небесное, но наш путь сейчас, это как тернистый путь, это пустыня. Значит, если получится наслаждаться благословениями Престола Божьего, тогда те проблемы, которые я видел в прошлом, я понимаю, что, оказывается, Бог, Он не давал мне никаких трудностей, никаких проблем не давал мне. То есть, всё, что было, всё, что происходило в моей жизни, Бог это специально, это использовал, чтобы дать мне понять, и чтобы я мог наслаждаться благословением Престола Божьего. И вот, Бог, Он, может быть, кажется, что давал мне какую-то проблему, но в той проблеме Бог, Бог, Он готовил какой-то важный отец. Поэтому, какой самый важный ответ в нашей жизни веры, это благословение Престола Божьего. И вот, найдя это благословение Престола Божьего, мы можем любого человека потом вместить и победить. Вот если откроются глаза на благословение Престола Божьего, то раньше, хоть я и жил целый день в заботах, то теперь эти заботы я буду оставлять. Если я увижу благословение Престола Божьего, тогда вот те люди, те люди, которые раньше могли быть вместе с нами, из-за которых мы колебались, теперь они преподносят благослужение и сходят благословение Престола Божьего. Поэтому я благословляюсь именем Господа, чтобы вы могли наслаждаться таким благословением Престола. То есть если есть какое-то благословение в нашей жизни веры, которое надо обязательно найти, то это благословение Престола Божьего. И что необходимо понять? Что если не будет благословения Престола, то неважно, какую жизнь веру ведет человек, то это не будет настоящей жизни веры. Как мы с вами можем наслаждаться в благословении Престола Божьего? Вот если мне что-то надо сейчас, к примеру, давайте еще раз сами поищем. Необходимо, чтобы Божье Слово внутри меня запечатлелось. И тогда сразу же на меня сойдет благословение Престола Божьего. Значит, в Тразаконе в 6 главе то есть Бухон говорит слушай, Израиль, слушай. Почему это повторяется? Для того, чтобы Евангелие запечатлелось внутри меня. Потому что тайна Царства Небесного благословения Престола Божьего это огромная тайна. Поэтому необходимо преподносить благослужение, чтобы что-то понимать. Как бы слушать слово получать обучение. И вот у нас с вами, смотрите, каждую субботу есть обучение и вот вы не упускайте вот это обучение. Потому что вот в субботу у нас есть что у нас есть? Там основное послание бизнес-миссионерство, потом обучение для ремнентов, обучение для лидеров простых верующих. А в воскресенье что мы делаем? Мы слушаем слово главного пастора и тогда мы держимся за главное слово пастора. то есть очень важно не упустить течение слова. И вот если постоянно получать следоват за течением слова, тогда я сам того не замечу, как в моей жизни вот перед... уже я не буду держаться за проблемы, за трудности. То есть, если я смогу, к примеру, держаться за слово 24.6, то это слово, оно потихонечку будет становиться самой сущностью. И потом благословение Престолова следует, которое не связано со мной. И что самое важное? Очень важно не упускать движение слова. И вот мы с вами что делаем? Мы на воскресенье с вами готовимся, да? Молимся заранее, готовимся к теме молитвы. То есть, ну не как... Ну поймите правильно, вот мы не просто вот так вот один раз послушали слово и все. Нет. Мы принимаем слово в воскресенье и потом в течение недели молимся за него. И вот я смотрю, как бы сейчас есть верующие в нашей церкви, вот есть верующие, те, которые вот сами постоянно просматривают известное слово, делайте его своим. и вот я лично получаю огромную благодать, когда я вижу, как это происходит. И вот я тоже постоянно получаю благодать, получаю благодать, и вот мне кажется, что вы получаете благодать огромную. и как бы у нас есть взаимопонимание. То слово, которое вы испытите на местах, это слово, которое Бог сейчас меня готовит. И вот, к примеру, если я буду сам упорядочить слово, держаться за слово, вспоминать за это слово, я сам буду получать благодать. А, вот это есть Божье слово. Вот я еще раз ухожу за это слово. Если я буду получать водительство Духа Святого, тогда вот я сам, когда буду упорядочивать, я сам буду получать благодать. Это то же самое, что для меня обучение я провел. Поэтому у нас есть слово воскресенье, затем у нас есть слово на каждый день, там молитвный дневник. И вот у нас есть обучение. И чем, ну вот если так получится делать, тогда вот проходит время и постоянно будет только улучшаться все. Поэтому если вы, к примеру, воскресное слово хотя бы за одно какое-то маленькое ухватитесь, да вы сами заметите, как воскресное слово, ой, да-да-да, как воскресное слово, оно будет потихонечку входить в ваше сердце и будет входить в вашу жизнь. И я сам не буду, я сам не замечу, как было Среднение престола, начнет укореняться внутри меня, запечатлеваться внутри меня. Вот я тоже, что я делаю, я когда встаю утро, первое, я пять минут размышляю, молюсь, это как бы моя миссия. Вот вы тоже так же само, начиная свой день, начиная послание, получайте благодать и вот вы сами начните так делать, упорядочить слово, держаться, но кажется, это ни о чем, ну как бы, ничего не изменилось. но это не так, слово Божие потихонечку во мне запечатлевается, поэтому вы, держа за слово, сделайте его как бы своим. то есть даже если, к примеру, вы для повторения возьмете просто тему будете записывать, это уже будет запечатлеваться в вас. Ну вот есть люди, которые приходят ко мне в офис и вот они как бы делятся и говорят, вот посмотрите, пастор, вот было такое-то слово, потом воскресение в нашей церкви, потом было обучение в главной организации такое-то, такое-то, и у тебя получили такую-то благодать, вот каждую неделю приходят ко мне и, ну вот, проводят форум такой. И вот я попросил, что, ну как бы, не старайтесь как бы сами получать благодать все-таки это свои ответы, а просто проверьте, как Божье слово оно свершается. Вот это есть, как бы, помощь. То есть, там, получить какие-то ответы, еще что-то, это не самый большой ответ. Самый большой ответ, то, что слово меняет мои мысли, слово меняет мое сердце. И на мое место сходит, Бог, он сходит благословением престола Божьего. Поэтому, вот это то, чем нам необходимо с вами наслаждаться всю жизнь. Записать, к примеру, упорядочить Божье слово, один-два, два предложения и всю жизнь, всю неделю держаться за это, молиться за это слово. Даже если это очень короткое слово, вот, но, ну, не вода какая-то, а очень короткое, но точное слово Божье. И даже если я не могу жить вот так вот правильным образом, как я живу, но, если я буду размышлять этим словом, тогда Бог начнет действовать. как Бог начнет действовать? Благословение престола 24 часа начнет действовать. Вот почему постоянно говорите, что нам делать с кафедры? Потому что нам необходимо с вами спасти эпоху кризиса, необходимо спасти эпоху, когда потомки разрушаются. Поэтому желаю, чтобы во время каждого часа вы как бы определяли для себя вот этот вот, ну, как бы, что необходимо упорядочить и могли получать благодать. Сегодняшняя тема у нас человек, который имеет жизнь, жизнь человека, который имеет силу, чтобы победить мир. Что это такое за человек, у которого есть сила победить мир? Это человек, который наслаждается благословениями престола. Вот. О чем говорит нам это благословение престола Божия? Оно говорит нам о благословении спасения. Необходимо каждый день наслаждаться Божьим благословением спасения. То есть, Бог призвал нас, Бог дал нам Христа, чтобы мы получили спасение. Поэтому, то, что я получил спасение, это значит, внутри меня создалось благословение престола Божьего. Значит, послушайте, то благословение, которое мы с вами получили, это благословение спасения. до самого конца своей жизни, то есть, Бог дает вот это благословение спасения. Это благословение, это благословение Царства Небесного. И давайте с вами посмотрим те благословения спасения, которые необходимо наслаждаться каждый день. Значит, израильский народ вот они вот так вот они вошли как бы в Ханан и легко впали в атмосферу, которая там была. Потому что надо было потому что вот израильский народу и надо было поселиться и готовить кушать и как бы насмотреться, осмотреться и как вообще израильский народ вышел из Египта, они начали забрали вещи, драгоценности тех женщин и египтян и вышли. То есть, Бог, Он через это показывает нам, что Бог нас избрал для другой, для святой жизни. То есть, конечно, в этом мире много живут людей, но Бог через спасение, Он нас избрал для другой отдельной жизни чада Божьего. То есть, израильский народ, ну вот вы знаете, они осуществляют три праздника. Это Пасха, да, Пятидесятница. Но вот что они делали? Для того, чтобы не забыть Пасху, они всегда что делали? Они вот давали хлеб без, ну, как бы, без сахара, без добавок, чистых хлеб. И вот ели они это. Почему? Для того, чтобы запомнить, для того, чтобы запомнить Пасху. Но почему, но почему израильский народ надо было соблюдать этот праздник? Ну, вот в израильском народе, как бы, у израильского народа, как бы, была привычка сосредотачиваться на вот этом празднике, для того, чтобы израильский народ мог насаждаться в бассейне спасения. То есть, вот это и есть, как бы, исход из Египта, выход, это и есть спасение. То есть, многие верующие, они получили спасение, но у них нет благодарности и впечатления за спасение. Ну, не так вот. Поэтому Бог нам, которые сам получили спасение, Бог, Он ведет нас, и каждый день необходимо за это иметь благодарность и впечатление. И вот это вот есть, как бы, вот такой вот праздник, когда после исхода, вот они ели такой вот пресный хлеб. Поэтому, почему нам необходимо, как бы, сосредоточиться полностью в воскресный день? Потому что, если мы испытаем действие воскресного Слова воскресения, тогда будет сила на всю неделю. Поэтому нам необходимо воскресение, вот, сосредоточиться на Евангелии, на благослужение. Поэтому вы тоже воскресение ничего другого не делайте. Вот, делайте только то, что Бог жил от воскресения. Это, это впечатление за спасение, это благодарность за спасение. И если вы сможете получить благодать и благодать и благодарность за спасение в воскресенье, тогда вот эта благодать будет длиться остальные шесть дней. И вот Бог, Он говорит, чтобы мы это благодать и спасение не забывали. И мы наслаждались каждый день. Почему? Потому что среди нас, которые имеют это благословение, то есть мы уже как бы получили спасение, но тоже мы как бы забываем это содержание спасения. А что такое содержание спасения? Люди, они живут усердно, так как им хочется. Это люди, которые вот, у них косточки есть. И что они хотят понять? Что люди, которые живут в этом мире, они живут на фоне тьмы. То есть они схвачены тьмой. Вот это реальность. и люди, которые верят в Иисуса, странно, но они тоже начинают говорить как этот мир. Надо усердно жить, надо жить по-доброму, ну и так далее. Но мне понять, что злая сатана, он и сейчас действует на вас. Поэтому нам нельзя обманываться. Я на 8.44 сказано, ваш отец сделал, вы хотите исполнить похоти отца вашего. Он был человек-убийцей от начала. То есть и сейчас сатана обманывает всех людей, а люди они обманываются. Поэтому сатана действует в жизни и в жизни семей других людей. Но поэтому пришел Христос. Для чего Христос пришел на эту землю? Для того, чтобы первое, победить в голову злого сатаны. Поэтому 1 Яна 3.8 сказано, для всего ты явился Сын Божий, чтобы нарушить дела дьявола. Поэтому вот такие вот люди, вот люди, которые живут в этом мире, они могут понять, почему ко мне постоянно приходят проблемы, почему к нам приходят постоянно проклятия. Может быть, я что-то сделал неправильно, поэтому приходят проклятия. послушайте, вот был такой Исаак, вот он на горе Хариф, он увидел на горе Хариф, он увидел животного вместо себя, но он не мог понять, почему Бог дал вот это животное во второй раз. То есть сейчас так же самое, вот есть люди, которые в мире страны, это такой вопрос, почему они страдают, почему приходят бедствия, проклятия, почему постоянно трудности появляются. Но есть как бы одна проблема, из-за которой постоянно в этот мир приходят проклятия. И мы с вами так же самое, если не сможем решить эту проблему первоводного греха, даже если мы хорошо живем, мы не сможем вместе с Сарсом Баасынием. поэтому люди, которые живут в этом мире, к ним приходят страдания. Но люди не могут понять причину, почему эти страдания пришли. То есть все из-за греха. Поэтому Бог для того, чтобы решить эту проблему греха, Бог отправляет Христа. И постоянно об этом необходимо помнить. Марка 10, 45. Ибо Сын Чеченский пришел не для того, чтобы Ему служили, а послужить, и дать жизнь свою ради искупления многих. Поэтому это слово совершилось. Христов полностью совершил спасение, поэтому когда Он войдет в Беюль... поэтому давайте посмотрим Еврея Дея 12. Скажем, что не с кровью козлов и тесов, но со своей кровью однажды в особо святилище и пробил вечное искупление. То есть как Он совершил спасение? Он совершил спасение через кровь, через свою кровь. Поэтому кровью мы очистились, раз и навсегда от грехов очистились. Вот Евреям 10.14 сказано. Потому что жертва на крови делает верующих святыми. То есть мы с вами, которые верят в Иисуса Христа, мы с вами получили вечное прощение грехов. Вот люди не понимают в этом мире, что есть проблема какая и что не есть проблема. Самая большая проблема это то, что люди находятся, они живут в судьбе. Но мы с вами через Христа получили освобождение от судьбы. Почему люди не впали и вот почему люди не живут в духовной тьме во грехе? А потому что люди живут во грехе. То есть люди, вот как сказано из Фетян 2.2, они следуют за течением этого мира, за князем этого мира. А что будет с людьми, которые будут следовать за сатаною? Да, конечно же, они должны будут находиться в времени и они будут находиться в руках сатаны. если мы посмотрим Римлян 8.2, то сказано закон Духа Жизни во Христе Иисусе освободим меня от закона греха и смерти. Для того, чтобы наслаждаться вот этим истиной спасения во Христе, это было бы неплохо, если сейчас приходило в обуви. Значит, сегодня было сказано вместе с Писанием поставьте судей повсюду и надзирателей. Для чего? Для того, чтобы везде, каждый день это благословение престола Божьего могло провозглашаться. То есть Бог дал нам благословение престола Божьего, чтобы наслаждались этим благословением. И вот это благословение престола это и есть благословение мира. И вот это благословение Господь, помоги, чтобы наши верующие наслаждались им каждый день. Значит, все люди в этом мире, да и религиозники, они умирают сейчас духовно, но мы с вами получили с вами спасение. И сейчас необходимо только получать все ответы внутри Слова. Поэтому, если хорошо получать течение воскресного Слова, тогда обязательно приходит понимание Слова Божьего. А если как следует держаться за Божье Слово, то даже если приходят проблемы, трудности, конфликты, то только держу за Божье Слово и потихонечку приходят ответы. И вот все, что было в прошлом, оно теперь стало для меня основанием. И сегодня я вижу свое будущее. То есть я вижу, что мне сегодня делать будущее. Вот. А что мы получили внутри себе? Мы получили Слово Божие. И когда это Слово, оно будет во мне укореняться, то я сам того не замечу, как это Слово, оно будет формировать мои мысли и сердце. То есть, к примеру, если мы увидели будущее, тогда все больше не надо о нем переживать. Ну вот люди неверующие, они не знают будущее, поэтому постоянно переживают. Если мы будем наслаждаться в благословение, вот спасение, то обязательно Бог, Он откроет нам будущее. Поэтому вот наслаждайтесь в благословение Преслова Божьего, наслаждайтесь в благословение, спасение. И не теряйте течение Слова Божьего. И пусть это Слово будет внутрь вас укореняться. Поэтому я бы оставляю, чтобы во время каждого шага своего, мы могли наслаждаться этим благословением. Значит, Бог, Он дает нам два благословения в тот момент, когда мы принимаем Иисуса Христа. Первое, это то, что уже мы не можем прийти к поражению, вообще не можем. То есть, это есть положение, наше чадо Божьего. И второе, это в момент принятия Иисуса Христа. Поменялось наше положение. То есть, положение, которым можем побеждать этот мир. То есть, пришло положение мне победить самого себя. То есть, Бог у нас избавил от проблем. И пока мы живем на этой земле, нам необходимо вот настолько обрести силу для того, чтобы мы могли спасать всех людей в этом мире. Чтобы Бог через нас освобождал, как бы, высвобождал других людей. Поэтому в этом году Бог дает нам благословение Престола Божьего. И можете, как бы, порадоваться этим цветам. И если будем держаться за Божье Слово, то обязательно Слово станет для нас и силой, и Слово будет нас вести ко спасению. На прошлом месяце я вот по-настоящему наслаждался этим, и у меня вышла прям молитва. И вот на прошлой неделе, в течение одной недели я постоянно держался за воскресное Слово. Получалось силу Божьей. И вот я увидел, что Бог восполнил все нужды мои. То есть я увидел вот так вот верующих, но сейчас они не могут участвовать. Вот на прошлом месяце все переживания, беспокойства, которые были сейчас, они по-прежнему будут во мне, то голова будет болеть. И получается, даже если люди вокруг меня делают что-то не нужно, но поскольку я держу за Слово, то Бог, Он восполняет все необходимое для меня. То есть вот такое благословение, которое нам необходимо наслаждаться в пустыне. Поэтому, наслаждаясь благословениями радио, то проблем нет. То есть, примерно, пришла какая-то проблема. Ну, значит, надо понять, что это естественно прошло. Необходимо выявить Божий план. И если я держу за Слово, ко мне приходят проблемы, то все эти проблемы становятся благословением. И, конечно же, у чада Божьего могут быть трудности, но в эти трудности Бог, Он действует, правильно? И тогда все равно будет Божье действие. Значит, вы можете так подумать? К примеру, к вам пришли проблемы, к вам пришли трудности. Можете так воспринимать? Ага, это пришла проблема. Ой, это пришло благословение. Это ответ пришел от Бога. То есть, к нам, когда приходят проблемы, трудности, они отличаются от тех, которые приходят людям этого мира. Значит, если я не следую за Словом Божьим и получаю Божьим благословение, тогда я буду от кого получать влияние? Первое, буду получать влияние от своей сущности. Потому что до того, как я размышлял на Слово, до того, как я получил спасение, я жил и сформировалась какая-то сущность. И вот она, она постоянно теперь будет вылазить, если у меня не будет Божьего Слова. Вот это есть тоже, как бы, проблема духовная. И второе, это необходимо воскресное Слово. То есть, для того, чтобы мы могли в будущем помогать людям, которые впали в 12 жизненных проблем, чтобы мы могли вытаскивать, чтобы мы могли спасать, необходимо тоже хорошо получать обучение. И также влияние могут давать эта окружающая среда. То есть, к примеру, какие-то знакомые, затем влияние, неверие слов других людей. Ну, какая есть, как бы, характерность, характеристика. Те люди, которые, ну, вот они, как бы, те люди, которые держатся за Евангелие, вот, они могут преодолеть вот эти все беспокойства и трудности. И тогда они не будут получать влияние от этого неверия, которое находится внутри нас. Поэтому люди, которые вот это понимают, они, как бы, сначала всегда себя сканируют, из-за чего, как бы, может быть, я что-то не так сделал. И тогда, и тогда, и тогда я уже не буду получать влияние от людей, но, наоборот, я буду влиять на людей на место действия. Почему? Потому что моя сущность, она будет меняться. Это сущность неверия, сущность 12 проблем, сущность критики людей, сущность, вот, футбола. То есть, в наполнении того духа все эти благословения будут сходить на меня. И давайте с вами посмотрим на настоящую жизнь веры, наслаждаясь благословениями спасения. Вот посмотрите на раннюю церковь. Ранняя церковь наслаждается благословением, но они начали испытывать огромные гонения. Ну, вот вы знаете, да, что начали испытывать гонения, но силу начали Божию использовать. Вот Деяние 3 главу, когда хромой поднялся. То есть, в тот момент, когда Петр и Яна наслаждались Евангелием. И вот, то, что стал вот этот хромой, конечно, все люди вокруг это видели. И тогда, ну, люди начали так, ну, превозносить Петра и Яна. А он говорит, что я ничего не сделал, я только передал то, что сам имею. Что имею, то даю. Во имя Отца Христа стане хорея. Значит, и вот, поэтому произошло чудо. Но дело не в том, что какое-то чудо произошло, а дело в том, что сам Петр, он настолько поменялся, что он уже передал Божье Слово. То есть, апостол Петр, наслаждаясь Евангелем, у него был другой взгляд на вот этого хромого. И вот, потом, из-за вот этого события, что поднялся хромой, Петра повели в религиозный суд. И вот, на самом-то деле, вот тогда, в колонии, да, вот там впервые провозглашилось Евангелие. Это Деяние А4-12. «Ибо нет другого имени под него, у данного человека, который належал бы нам спастись». То есть, Бог дал Петру сказать Слово в тот важный момент. Но вот много людей, они как бы, они удивились из-за Евангелия. То есть, они удивились из-за Петра, потому что как Петр, который неграмотный, как он может такое послание передавать? То есть, вот это и действие Духа Святого. Когда Дух Святой меня наполняет, начинает действовать, тогда даже вне зависимости от моего уровня, начинает Слово Божие выходить, послание Божие выходить. А также, вот если посмотрите книгу «Деяния», то в ранней церкви произошло событие. Двое людей, а на ней Сафира, они умерли. Ну вот сами подумайте. Вот это что было искушение для Бога от Господа? Ни в коем случае. Наоборот. Ответ от Бога пришел. Потому что для того, чтобы поехать, там, Давиду, там вот… Я прошу прощения. Значит, если… Вот… Ранняя церковь, которая наслаждалась Заветом Божиим, действием Духа Святого, даже… Даже, когда к ним пришли трудности, гонения, никакие гонения не могли остановить эту церковь. Почему? Потому что, если я найду себя внутренне наполнительного Духа, тогда вне зависимости от моих сил, тогда Дух Святой будет действовать через меня. И тогда будет сходить Царство Небесное, и постоянно будет открываться двери проповедования к тем, которые должны получить спасение. Вот если… Если я буду наслаждаться благословением престола, если я буду наслаждаться благословением спасения… Каждый день. И через что это можно наслаждаться? Через Слово. Поэтому я благословляю, что вы могли наслаждаться благословением спасения и благословением престола Божьего. Чтобы каждый день вы наслаждались этим и… восстанавливая это. И как это делать? Через течение Слова. И тогда, если вы будете так поступать, вы будете наполняться Святым Духом. И что бы не происходило в мире, вы не будете получать влияние, но вы, наоборот, станете свидетелями Божьего благословения. И я благословляю всех верующих именем Господа Иисуса Харькова, чтобы все нас связали с этим благословением. Я подытожу Божье Слово. Значит, Бог, Он дал израильскому народу праздники, чтобы они всегда помнили о спасении. Это есть три праздника. Три праздника. И где собирались все висажеские народы на эти праздники? В Иерусалимском храме. То есть они собирались в храме и там преподносили богослужения. Значит, Бог, Он дал специально три праздника для того, чтобы израильский народ всегда помнил о Евангелии и чтобы они жили на основании храма. Но нам сейчас уже не надо ехать в храм и жить в храме. Сейчас у нас есть Христос. Поэтому нам достаточно следовать за Христом. И внутри Христа проявляются вот эти три праздника. Вот вы же знаете хорошо это слово, да? Деяния 1.1. Это Христос, говорится о Пасхе. Деяния 3.3. Говорится о Царстве Небесном, о нашей поддержке. И потом Дух Святой говорит о празднике жертв, о празднике сбора урожая. То есть все вот эти праздники, они уже совершились во Христе. Поэтому достаточно только сейчас следовать за Христом. Поэтому зачем мы следуем? Зачем мы следуем? Какое происходит действие? Мы следуем за Евангелием. Поэтому происходит большее действие. И тогда обязательно моя жизнь будет как бы становиться в один уровень с проповедованием по всему миру. То есть наша жизнь с вами так же сама должна быть связана, направлена по отношению к проповедованию. То есть евангелизация 237 стран, потому что там находятся все благословения. И вот особенно наша церковь. Сейчас мы открываем эпоху для 237 стран. И вот и сейчас мы готовимся к 237 странам. И сейчас даже послание переводится на 5 языков. То есть мы сейчас готовимся, чтобы мы могли послужить всем народам. И вот у нас тут есть иностранцы. И каждый из них в отдельности это является очень важным. Потому что каждый из них в отдельности это одна страна. И вот поэтому нам необходимо с вами молиться за то, чтобы было вот таких много иностранцев в нашей церкви. Потому что 237 стран, они уже могут быть нашей церкви. Поэтому необходимо сейчас помолиться и разрушить старые рамки, которые мешают нам двигаться в сторону 237 стран. То есть не просто так необходимо как бы в сердце верить и молиться за 237 стран. Необходимо нам сейчас по-настоящему готовить сосуд для того, чтобы принять, объять верующих в 237 стран мира. И, конечно, сейчас уже ранняя церковь, она... То есть вот эта вот церковь, пастор, они уже... Там у них есть слово, машина. Но... То есть, я прошу прощения, сейчас необходимо... Сейчас необходимо сосредоточиться и готовиться к 237 странам. И тогда Бог, Он в соответствии с моим сосудом, Бог будет давать благословение. Поэтому, когда мы будем следовать за всемирной евангелизацией, вот тогда Бог будет действовать. И обязательно Бог будет... Обязательно Бог будет давать ответы в соответствии с нашим сосудом. И вот раньше у нас была конференция для пресс-фиттеров. Каждый год, вот каждый год мы проводили вне церкви. То есть там... То есть иногда вне церкви, иногда в церкви. Вместе там... Вместе питались, потом получали обучение. Но из-за того, что сейчас началось корону, мы не могли провести эту конференцию для пресс-фиттеров. Но я сейчас, действительно, я сейчас готовлюсь. Мне очень хочется, чтобы мы восстановили эти... Чтобы мы восстановили вот эту вот конференцию, потому что пресс-фиттеры, они должны настроиться на 237 стран. Чтобы мы могли вместе двигаться. И сейчас, как бы, мы молимся, чтобы наша церковь стала такой, которая будет обладать вот этой системой во всей нашей... Во всей нашей организации проповедования, чтобы мы могли вот совершать и приблизиться к 237 странам. И поэтому, ну, вот есть вещи, в которых нам необходимо, как бы, сейчас принять решение, вместе идти и готовиться, и вкладываться в это. И вот у нас тоже есть одна церковь, Иоанна, вот в этом... В Сеуле. И вот мы тоже сейчас смотрим на нее и учимся для того, чтобы мы могли тоже стать такой церковью, которая готовится очень хорошо для 237 стран. И потом я понял, что, действительно, Бог призвал нашу церковь для того, чтобы мы могли совершать больше 10-237 стран. И вот это необходимо делать, ну, очень, как бы, реалистично. И потом, так же самое, наши помощники пастора. Им тоже необходимо, ну, поехать в другую церковь и посмотреть, как это все делается, как готовится все. Поэтому я желаю, чтобы все участвовали. То есть нельзя просто устами говорить здесь в 37 странах. А необходимо сейчас готовиться реально к Дусонтам в 37 странах. Через хотя бы вот эту систему, через онлайн, да, так вот эту систему. И вот сейчас, ну, как бы, вот наша церковь хана. То есть необходимо так, необходимо так, чтобы, чтобы кто угодно пришел в нашу церковь, побыл здесь 3 года и вообще я жил полностью. И вот в самом начале, ну, как бы, церковь хана была такая, очень, как бы, проблемная, со многими трудностями. Но сейчас наша церковь двигается направленно в 237 странах, да. И вот если наша церковь сейчас, как бы, только сердце приобретет в 237 странах и будет получать Божье водительство, тогда обязательно Бог начнет благословлять. Поэтому вы тоже молитесь за это. И участвуйте. И нам необходимо так же ухватиться за то, чтобы сейчас готовить материалы в виде, видео, медиа. И для того, чтобы наши помощники, пастор, тоже могли получать важные ответы. Поэтому, как бы, отдыхайте. Я благословляю, чтобы вы могли готовить сосуд для 237 стран мира. Бог, благодарим Тебя. Пока мы с ним находимся в пустыне, пока вот израильский народ находился в пустыне, в самое тяжелое время ты дал им обещание о твоих благословениях. И хоть и наша жизнь, она полна трудностей, но ты помоги, чтобы мы в своей жизни наслаждались благословением Престолу Божьего. Помоги, чтобы мы не упускали Божье Слово. Помоги, чтобы мы каждый день могли, как бы, наслаждаться впечатлением и благодарностью за спасение. Действуй, Господь, пожалуйста. И вот особым образом, вот, как Христос, Он действует. Помоги, чтобы мы все, как бы, подстроились под направлением, под направлением Божьим, для того, чтобы все верующие в церкви Хана могли получать Божье Слово, могли получать Божье водительство. Молюсь вовремя Иисуса Христа с благодарностью. Аминь.